Уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети магазинов «Титан». Искал ноутбук для ребенка и нашел то, что надо в «Титане». Получилось в два раза дешевле, а состояние как у нового. «Титан» для всех и каждого. В Ружомском районе двое мужчин напали на читу пенсионеров. Молодые люди ночью постучались в двери частного дома, попросили попить воды. Ну а после стали угрожать хозяевам ножом и требовать деньги. Детали преступления в нашем первом материале выпуска. В чем подожреваетесь сейчас? В военном ограблении. От кого? В этом доме, да? Да. Перед камерой они ведут себя смирно. Робкий голос и смиренный взгляд. В наручниках на следственном эксперименте дерзить некому, да и себе дороже. А вот в июле на этом же месте они показали свое внутреннее «я». В чем подозреваешься? 162. Это что такое? Ну что делал ко своими словами? Ну нападение. На кого? На это. Мужчины постучались в один из частных домов в поселке Уржумского района. Их по-доброму встретили 73-летний пенсионер и его супруга. Злоумышленники попросили у хозяев воды. Также они хотели узнать дорогу до другой деревни. Во время беседы гостеприимные пенсионеры потеряли бдительность. И гости поменяли тон разговора. Угрожая ножом и железной палкой, они потребовали отдать им все имеющиеся в наличии деньги. А по своей за свою жизнь пенсионеры отдали 8 тысяч рублей. Налетчики скрылись, а напуганные пенсионеры обратились в полицию. По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело. Вскоре налетчиков задержали. В ходе проведенной работы сотрудниками полиции подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались жители Нолинского района. Сейчас оба налетчика 1989 и 1990 года рождения находятся под стражей. Известно, что один из них уже был на скамье подсудимых. Сейчас полиция проверяет, кому еще могли навредить подозреваемые. Артем Миронов. Место происшествия.